Александр Александрович, тенденция последнего времени это то, что управляющие компании заключают с жителями договоры непосредственного управления жилым фондом. Как Вы оцениваете этот шаг и для чего вообще нужны тогда управляющие компании? Вы знаете, любые действия, любые шаги при грамотном управлении, мы сейчас с Вами говорим о жилищно-коммунальном комплексе, они должны быть просчитаны. И решение приниматься с учетом всех интересов, всех участников этого процесса. Когда мы с Вами говорим о тех или иных способах управления жилыми домами, необходимо подходить с глубоким всесторонним анализом. Непосредственное управление, которое рекомендовано, а там рекомендовано три способа управления, но подчеркиваю, рекомендовано. Мы можем выбирать, скажем так, и некую взаимосвязку между теми или иными способами управления, должно обеспечивать долговременную устойчивую работу и управляющей компанией, и ресурсоснабжающей организацией. Почему мы в Муравленко уже достаточно долгое время назад пошли по этому пути? Для того, чтобы избежать посредников в процессе оказания, прежде всего, коммунальных услуг. Ведь ни для кого не секрет, что коррупционные схемы, которые, к сожалению, имеют место быть в данном направлении деятельности, они именно исходят из того, что управляющая компания, собирая с жильцов плату за ресурсы, не своевременно расплачивается с поставщиками коммунальных ресурсов. В итоге страдают все. Страдают и жители, и управляющая компания, действия которой неизбежно идут к банкротству, и, конечно же, страдает ресурсоснабжающая организация. Мы пошли по иному пути. Мы выработали за круглым столом решение, которое устраивает всех участников этого процесса, процесса жизнеобеспечения жителей нашего города. И приняли такое решение. В круглом столе принимали участие и управляющие компании, и ресурсоснабжающие организации. На сегодняшний день, мне кажется, в тех условиях, в которых мы находимся, это оптимальный путь по оказанию жилищных услуг для жителей города Муравленко. А что касается такой формы управления, как товарищество собственников, насколько такая форма жизнеспособна в городе и имеет право на существование? Вы знаете, все зависит от инициативности самих жильцов. И если есть такая инициатива, если есть тот человек, тот управленец, который готов взять на себя дополнительные обязанности по управлению жилым домом, тогда создается подобная форма управления. Она берет уже на себя дополнительные обязательства, но и дает, конечно же, выбор. Выбор в плане подрядных организаций, выбор в том числе в способах капитального ремонта, очередности, все решается на собрании собственников. Поэтому в городе Муравленко присутствует как одна, так и вторая форма управления жилыми домами. Это абсолютно приветствуется. Главное, чтобы все, что мы с вами не выбрали, было направлено на улучшение качества обслуживания жителей нашего города. И недопущение ошибок. Будь то ошибки в ресурсоснабжении различного рода аварий, будь то неубранные подъезды, неочищенные дворы от снега. Или я могу много называть то, что исходит из жалоб жителей нашего города. Спасибо. Следующий вопрос об агропромышленном комплексе. О нем вообще очень много уже говорилось, и не один год. А скажите, вот все-таки для нашего города это миф или дело ближайшей перспективы? Вы знаете, по поводу мифа я бы не стал говорить, да, потому что Дмитрий Николаевич Кобылкин в своем послании сказал о том, что мы раньше не верили, что здесь можно жить и осваивать север в принципе. А теперь, когда нам говорят, что мы здесь не можем выращивать сельскохозяйственные культуры, следовательно, это также вопрос из вопросов. Поэтому говорить о перспективах развития агропромышленного комплекса в городе Муравленко, наверное, на сегодняшний день еще рано. Сейчас мы провели подготовку земельного участка, мы сейчас подготовили техническое задание на проектирование агропромышленного комплекса. Шаг за шагом мы идем к тому, чтобы достаточно выверенно, проведя глубокий анализ, мы пришли к тому или иному виду деятельности в нашем сельском хозяйстве, в сельском хозяйстве на Крайнем Севере. Чтобы это было прежде всего рентабельно и чтобы это получило продолжение на годы. Решать задачу ради того, чтобы просто ее решить и отчитаться, этот способ нам просто не подходит. Поэтому, проведя глубокий анализ, постепенно двигаясь в этом направлении, мы, я думаю, и агропромышленный комплекс также построим на территории нашего города. Если развивать тему взаимоотношений с городообразующим предприятием, скажите, насколько конструктивными и плотными были взаимоотношения в текущем году и планируются ли какие-то совместные проекты в будущем? В этом году мы работаем очень неплохо. Я, конечно же, боюсь давать высокие оценки, потому что, наверное, это будет не совсем скромным. Но наша работа в этом году и наши совместные проекты и та помощь, которая оказывается градообразующим предприятиям, муниципальному образованию, это такая вот большая синергия взаимоотношения действительно ответственности и такого конструктивного подхода компании «Газпромнефть», филиала «Газпромнефть» «Муравленко» к жителям города и в целом к муниципальному образованию. Поэтому здесь можно только говорить о хорошем. Если мы с вами обсуждаем планы на будущее, но это планы на будущее. На сегодня, на вопросы, которые есть у компании «Газпромнефть» к муниципальному образованию города Муравленко, это вопросы подготовки к возможной дальнейшей реализации планов по строительству социально значимых объектов. Мы эту работу проводим, как я уже сегодня говорил, и мы будем ее проводить в дальнейшем. А уже задача компании «Газпромнефть» выбрать тот объект, который наиболее значимый, наиболее близок к корпоративному духу самой компании. Может, откройте секрет? Вообще, о каких социальных объектах идет речь? Теоретически? Ну, теоретически идет речь о 17 объектах. У нас есть кластер из всех областей жизни. Это физкультура и спорт. Это здравоохранение. Это образовательная деятельность. У нас очень много проектов, которые позволили бы улучшить и архитектуру города, и в целом благоустройство города. Когда мы говорим с руководством компании, с руководством филиала, мы добиваемся одной цели – сделать город комфортным для проживания. Пусть не все получается, но мы стремимся к тому, чтобы учесть абсолютно все интересы. Мы говорим о том, что город Муравленко – город молодых, и мы говорим о том, что Муравленко – это в любом случае база для освоения тех месторождений, которые находятся за полярным кругом и дальше на север. У нас накоплен очень большой опыт как человеческого потенциала, как профессиональных кадров, так и накоплена большая теплая сердечная любовь к Северу, к Ямалу и ко всему, что здесь происходит. И заключительный даже не столько вопрос, сколько просьба. Александр Александрович, скоро Новый год, скоро Рождество. Ваши пожелания городу и горожанам на праздники? Хотел бы пожелать жителям города Муравленко, городу Муравленко в целом достойного стабильного развития. За 2013 год у нас с вами были удачи, у нас с вами были ошибки. Ошибки дают нам бесценный опыт. Удачи вселяют в нас уверенность в завтрашнем дне. Всех нам благ, удачи в наступающем году. Я думаю, что все, что мы задумали, обязательно сбудется. Спасибо вам, Александр Александрович, что откликнулись на наше приглашение. Вас тоже и с наступающим Новым годом, с Рождеством. Пусть сбудется все, что вы наметили. Я напомню нашим телезрителям, в студии был глава администрации города Муравленко Александр Подорога. До свидания, с наступающим вас.